День сотрудников Органов внутренних дел Дата установлена указом президента Российской Федерации в 2011 году. До этого 10 число отмечалось как День милиции. За десятилетия основные задачи сотрудников ОВД не изменились и в основном они связаны с обеспечением правопорядка и борьбой с преступностью. Не секрет, что эта служба нередко связана с риском для жизни и здоровья. Однако, сталкиваясь с ситуацией, когда требуется настоящее мужество и решительность ради спасения других людей, каждый человек принимает решение сам. С нами на связи руководитель пресс-центра МВД Байзет Гомлешко. Здравствуйте. 2020 год оказался довольно непростым. А с какими сложностями столкнулся гарнизон полиции региона? Здравствуйте. Совершенно верно. Несмотря на непростую ситуацию, особенно с COVID-19, сотрудники по-прежнему продолжают обеспечивать безопасность на улицах, на дорогах и реагируют на все сообщения граждан. Подробнее в материале Сергей Елизарова. Безусловно, пандемия внесла коррективы в работу полиции Адыгеи, но они никак не повлияли на качество деятельности служб в худшую сторону. С первых дней введения ограничительных мер было увеличено число нарядов и патрулей на улицах крупных населенных пунктов, особенно в Майкопе. Наряду с реагированием на сообщения о происшествиях и преступлениях, сотрудники полиции ввели и продолжают масштабную разъяснительную работу о соблюдении предпринятых ограничительных мер. Упор делается именно на профилактике, поскольку меры направлены исключительно на сохранение здоровья населения и в отдельности каждого. Серьезная нагрузка легла на сотрудников дежурных частей, которые тоже работали в усиленном режиме и были ориентированы на прием телефонных сообщений. Участковые, полномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб выполняли важнейшие задачи на улицах населенных пунктов. Не менее значимым аспектом работы полиции оставалось взаимодействие со СМИ и общественностью. Телевидение, радио и газеты, с которыми взаимодействует пресс-служба регионального МВД, остаются важными площадками для информирования граждан о деятельности полиции. Интернет и социальные сети позволили министерству, имеющему свои аккаунты и официальный сайт, поддерживать обратную связь с населением и оперативно реагировать на возникающие проблемы и обращения. Значительную помощь в этом продолжает оказывать сформированный в этом году новый состав общественного совета при ведомстве, а на муниципальном уровне эту задачу решают аналогичные организации при ОВД. Все усилия полиции во взаимодействии с органами власти АДГ и правоохранительными ведомствами позволили не допустить совершения чрезвычайных резонансных преступлений и происшествий, а по итогам девяти месяцев укрепиться республике в списке лидеров по наименьшим темпам прироста числа зарегистрированных преступлений некоторых категорий. Сергей Лизаров, Беслан Хладжоков, Вести, дежурная часть. Еще стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2020 года АДГ вошла в тройку самых безопасных регионов страны. На лентах информагентств мы нередко видели сообщения пресс-центра МВД о резонансных преступлениях и происшествиях. Раскрыты ли они и с чем были связаны? Сложностей в нашей работе немало, но мы смогли не допустить всплеска преступности. Это серьезный результат не только полиции, но и всего правоохранительного блока. Детали в сюжете Вадима Агаркова. Весной на лентах информагентств публиковались материалы о задержании 29-летнего жителя Краснодарского края, причастного к разбойному нападению на АЗС в Теучешском районе. Угрожая похожим на пистолет предметом, неизвестный избил охранника и похитил более 80 тысяч рублей. Аналогичные преступления мужчина совершил и в крае. В июне тяжкое преступление совершено в Геогинском районе. Ночью майкопчанин проник в дом 91-летней пенсионерки. Он забрал пять наградных медалей, нанес удар пожилой женщине и скрылся. Награды задержанный уничтожил, но одна из них в огне не пострадала. Накануне Дня Победы пострадавшие вернули орден Отечественной войны. Сотрудники подразделения КМВД по Адыгее задержали на территории одного из соседних субъектов 43-летнего мужчину. Сыщики получили сведения о том, что он мошенническим путем похищал деньги у граждан. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. В августе оперативники пресекли противоправную деятельность 49-летнего жителя Майкопа. Злоумышленник организовал незаконную порубку древесины объемом более 30 кубометров. Лесному фонду республики причинен ущерб на общую сумму более 5 миллионов 700 тысяч рублей. В сентябре на лентах информагентства опубликованы материалы о задержании с поличным жителя Майкопа, наладившего контрабанду в регион сильнодействующего вещества пригабалин массой около 200 граммов. Широкий резонанс федеральных и региональных СМИ вызвала задержание полицейскими в этом же месяце группы лиц, осуществлявших незаконное производство избытно маркированной алкогольной продукции. Изъято более 3,5 тысяч бутылок с алкоголем, полторы тонны спирта и несколько десятков тысяч единиц пустой стеклянной тары. Кроме этого, в полуподвальном помещении ангара обнаружена линия по розливу алкоголя. Вадим Агарков, Беслан Хладжоков, Вести, дежурная часть. В этот день хочется вспомнить и стража правопорядка Адыгеи, отдавших свою жизнь ради спасения людей и выполнивших до конца свой служебный долг. В их честь в министерстве установлена памятная доска. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо. Чуть позже мы еще раз свяжемся с вами. Накануне съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» провела опрос среди жителей и гостей города Майкопа о работе сотрудников полиции. И вот что из этого получилось. На сегодняшний день как вы можете охарактеризовать работу полиции в республике? У меня никаких нареканий нет. Я думаю, что неплохо. Меньше становится у нас хулиганство. Очень оперативно, очень грамотно, я бы сказал. Я очень доверяю нашей полиции. Преступность раскрывается у нас, стало больше раскрываться, стало меньше совершаться преступлений. В принципе, все хорошо. Мирные граждане, они спокойно отдыхают, гуляют. Они не чувствуют никаких таких вот происшествий. У нас в городе очень тихо и спокойно. Благодаря именно нашим сотрудникам. Что бы вы хотели пожелать тем, кто обеспечивает безопасность и правопорядок у нас на улицах? Здоровья. Хорошие службы и меньше происшествий. Спасибо, что хорошо работают. Пускай нас берегут, наверное, от всяких разных ребят нехороших. Хотела пожелать, конечно, им терпения, потому что у нас люди разные бывают. Прости, развиваться, в совершенстве нет предела. С нами снова на связи МВД. Как проходит день сотрудника ОВД у самих стражей правопорядка? Много ли патрулей и нарядов сейчас на наших улицах? Сегодня, как и в другие дни, полиция продолжает нести службу в штатном режиме. Многие задействованы круглосуточно. Нарядов в населенных пунктах достаточно, в том числе и в республиканском центре. Сейчас как раз с одним из них дежурит наша съемочная группа. Сейчас мы находимся в городе Майкопе. За моей спиной несут службы офицеры полиции Али Борсов и Мурат Нахушев. Попробуем взять небольшое интервью у сотрудников МВД. Добрый вечер. Добрый вечер. С профессиональным праздником вас. Спасибо большое. Скажите, вот в этот день вы на службе, как ощущения, что чувствуете? Ну, мы не первый год на службе. Несмотря на праздничный день, понимаем все возложенные на нас обязанности. И несем службу в обычном рабочем режиме. Те водители, пешеходы, они помнят об этом празднике? Поздравляют вас? Да, в такой праздник, да, поздравляют. И водители, бывают пешеходы, тоже поздравляют с профессиональным праздником. Желают здоровья, крепкого. Разумеется, в МВД не забывают и о праздничном дне. Сегодня с утра в Рио министра Мурадин Брантов поздравил личный состав и ветеранов, а также поощрил наиболее отличившихся сотрудников. Не секрет, что для каждого сотрудника органов внутренних дел ценно и приятно услышать с праздником, не только от коллег, но и от простых граждан. С нами на связи был официальный представитель МВД по республике Адыгея Байзет Гамлешко. Спасибо. Мы еще раз поздравляем сотрудников и ветеранов ОВД Адыгеи с профессиональным праздником. Наш выпуск подошел к концу. На телеканале «Россия-24» мы с вами увидимся на следующей неделе во вторник ровно в 17.50 и 21.20. Следите за новостями на страницах МВД в соцсетях и на видеоканале «Полиция Адыгеи». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин